Всем доброе утро, ребят! Начинаю с вами сегодня влог. Меня разбудил курьер. И сразу же, если вы не подписаны, сразу же подписываемся, ставим лайк и смотрим со мной мой день. Значит, ко мне приехали посылки. Посылки с сайта с косметикой, всякие уходовые средства. Удно, как мы вам там заказали мыло, и у меня где-то тут были огромные ножницы, которые я уже потеряла в комнате. Сейчас мы с вами всё это откроем. Посмотрим, что нам приехало, что не приехало, потому что мне заказывала мама. Вот. И вот. И сейчас мы. Распакуем это. Так, всё. Открываем. С шумом, значит. В первой посылке у нас огромное го. Боже, какое мыло огромное. Гигантское мыло с маракуйей и камерией. Ну, мама любит такие мыла. Я предпочитаю немного другие мыла. Но, в принципе, это же мыло, когда я с таким пользователем перепользоваться. Да. И всё мыло такое же, но поменьше, с дозатором. Можно потом, ну, перекручиваем дозатор и пользуемся этим. Вот. Ну, вообще клёво. Но я думала, они оба будут. А, как я поняла, тут есть такая... Тоже дозатор просто наливать, а тут именно дозатор. Ну, прикольно. В принципе, это будет для ванны, это будет для кухни, потому что сейчас мы очень-очень много моем руки. Всё, эта коробочка хрустая. Теперь давайте откроем такую коробку. Непонятно. Что-то такое. У меня канцелярского ножа, к сожалению, нет. Поэтому я открываю так. Это менее презентабельное. Вот, отлично. О, клёво здесь. Увлажняющий, бессульфатный шампунь, потому что у меня волосы сами по себе довольно, ну, ломкие, тонкие, сухие. И это то, что надо, большой шампунь. Мама говорит, что этот шампунь хороший, поэтому, ребят, не знаю, я пользуюсь, скажу, как он у меня. Называется Profi Style Hydra. Вот так он выглядит. Так, идём дальше. А, это вообще всё, что было в этой коробке. Такая большая коробка на один шампунь. Странно. И совсем такая крохотная коробочка. Это, по-моему, самая маленькая, что есть на этом сайте. Если это то, что я думаю, то я очень рада. Нет, это не то, что я думаю, а то, что я думаю, то я еду завтра. Я заказала маму, думаю, бальзам Элос. Чудики, они стики. А это крема, я уже вижу. Да, это крема. Это бюджетная крема, потому что сейчас мы как бы никуда не ходим. И шли заказать самые обычные на сайте. Как бы бабушка такими пользуется, я попользуюсь за это. Но у меня пока есть ещё и в Роше. Я буду пользоваться им. А это крем для рук. Доктор Санти. Если здесь не знаю, там неправильно какой-то бренд сказал. Масло органы, восстановление омоложений, масло ши, питание и защита. Ну, вот этот, я так поняла, мне питание и защита. А восстановление омоложений это для бабушки. Вот так эти оба крема выглядят. И колико её. Давайте сразу попробуем на руке. Пахнет. Ну, так пахнет, знаете, на троечку. Так. Если честно, я пользуюсь сейчас алоэ для рук. Тем же, что и обычный. Елизавета. Мне нравится. Я буду продолжать, потому что очень приятная на руки. Оно сразу впитывается, ничего нигде не остаётся. Для меня это самое главное, потому что я прямо за 2 минуты до сна уже лежу в кровати и намазываюсь. Нормально, ребят. Пахнет какими-то орехами, маслом пахнет. Ну, не могу сказать, что сильно навязчиво или ненавязчиво. Ну, такое. Ты с плюсом, четыре с минусом. Ну, в общем, покупать можно. Так что, в принципе, это всё, что ко мне приехало. Я думала, что ко мне сегодня приедет весь прям заказ. Получается, что нет. Завтра ко мне или послезавтра ещё доедет. Надо будет спросить маму, когда это всё будет. И я, наверное, пойду кушать завтрак. И потому что у меня уже так вкусно пахнет супом. Наверное, с грибами, с шампиньонами. Пошла кушать. Я уже себе тут всё подготовила покушать. Значит, у нас будет супчик с шампиньончиками. Потом у нас будет на... Ну, это как десерт, второе блюдо. Тыквенная каша вот такая вот. И, по-моему, она из пшена. Вот сладкая, вкусная, с молочком. И чаёк уже стоит здесь, ждёт меня. Так что такой вот у меня получается завтрак. Я хочу делать ненавязчивый день, лёгкий, чтобы не переесть сегодня. Наоборот, съесть как можно меньше и как можно больше жидкой пищи. Потому что последний день я совсем от рук отбилась. И вообще забыла, чем я занимаюсь. Так что я возвращаюсь на куки своя. Реабилитируюсь. И как бы буду продолжать худеть. Ребята, я тут угодавшись в чехословацкий или какой-то там блед. Смотрю испанский... Испанскую версию скама. И это очень-очень круто. Это хоть и не норвежский, но всё равно очень-очень классно. Я смотрю уже просто весь сезон просмотрела за буквально день. Так, давайте включим свет. О, так-то лучше. Такая немного загуманная, потому что я целый день лежала. И что я хочу вам сказать? Хочу показать вам, как у нас вообще обстоят дела на улице. Конечно, отсюда не идеально видно. Ну вот, видно, что на улице, в принципе, гуляют дети. Я не хочу просто выходить на балкон, потому что там очень-очень холодно. У нас на северной стороне снег выпал. У нас только начали вводить все вот эти карантины. Уже в Украине пять заражённых. Один человек, к сожалению, умер. И вот сегодня ещё два новых заражённых. И в Киеве, в Одессе, в Львове позакрывали все магазины, все торговые центры, кинотеатры, развлекательные места. Открыты только аптеки, супермаркеты и заправки. И на улицу очень желательно выходить, но это не запрещено. То есть люди, кто хочет, как бы выходят. Вот у нас гуляют люди во дворе с детьми. Я, конечно, такое не одобряю. Лучше сидеть дома. Это не крайняя необходимость. Можно открыть окошко, подышать свежим воздухом. Но в такое время, я считаю, если есть возможность сидеть дома, особенно детям, то, конечно, надо сидеть дома. По поводу ажиотажа насчёт туалетной бумаги и всяких продуктов. Я в супермаркет ещё не ходила, но я скоро пойду. Я буду делать либо очень-очень рано, либо очень-очень поздно перед закрытием, чтобы не было людей. И по туалетной бумаге, ребята, как можно покупать 20-30 рулов в туалетной бумаге? Я вообще этого не понимаю. Для чего придуман душ, вода, да те же беды. То есть как можно быть настолько зависимыми от туалетной бумаги? Я где-то читала, что из туалетной бумаги можно делать самодельную маску, и что материал, из которого делают туалетную бумагу и маску, он совпадает. Ну, не совпадает, а очень похож. В общем, есть смысл. Но, ребят, ну всё равно же как бы нельзя доходить до абсурда. И я где-то читаю, что сейчас сократили изготовительство туалетной бумаги для того, чтобы изготавливать больше масок. Но это всё равно очень дико, потому что я видела фотки тележек, как люди скупали просто кучу-кучу рулонов, целые тележки набивали туалетной бумагой. Я считаю, это целое безумие. Я вообще её покупаю только вот сколько необходимо, и всё. То есть зачем? Зачем создавать какой-то ажиотаж ни на чём? И так же с обычными продуктами. У меня тут немного темно, извините. С обычными продуктами. Сейчас буду, кстати, готовить кушать о продуктах. Я не покупаю ничего лишнего. У меня вот то, что есть, то и есть. В магазин хожу редко. Я много не уношу из магазина. И, кстати, с Лёшей мы тоже сейчас по большей мере не видимся. Карантин соблюдаем и он, и я. Для него эта возможность поработает. Для меня тоже, по сути. В супермаркете, в магазине я покупаю столько, сколько могу унести. Ни больше, ни меньше. Я не набираю по 5 килограмм каких-то круп. У нас всего есть, но всего там максимум по килограмму. У меня всегда есть дома свежее молоко. Хлеб я покупаю. Кстати, очень вкусный хлеб. Такой вот с овсяными... Боже, какими овсяными? С льном. Очень вкусный хлеб с льном. Все продукты хватает, но мама моя... Я в Чернигове. Чернигов — это примерно 80 километров от Гоганицы, Белоруссии. Это самый северный город Украины. Мама в Киеве. И она говорит, что очень-очень быстро сметают все с полок. И очень много пенсионеров всяких, которые приходят, решают набить тележки, насколько могут. Так что вот с завтрашнего дня уже не работает ничего в Киеве. Только заправки, супермаркеты и аптеки. И я думаю, что в ближайшее время такое постигнет и Чернигов. Как бы кафе, рестораны, они еще работают. Все в штатном режиме. Но я думаю, что это закроют и правильно сделают. Потому что это как бы не первая необходимость. А люди все равно некоторые предпочитают ходить. Хотя, кстати, вот я сижу уже дома. Какой день в заточении? День четвертый, пятый заточений? Пятый. И очень... Вы знаете, когда есть возможность ходить гулять, то к этому относишься как-то нейтрально. А когда ты знаешь, что ты не можешь выйти, просто пойти погулять, поесть, в кино сходить. Мне этого очень хочется. Гораздо мне сильнее уже хочется поехать в Киев, вернуться в привычную жизнь. Мне даже в мой универ, который я уже не очень люблю, мне уже даже в него хочется после такого вот разнообразия. Потому что добровольное заточение годиз-сериалов и понедлительное — это очень-очень разные вещи. И мне дома уныло. Особенно, когда хорошая погода. Я смотрю, как все расцветает, оживает. А я не могу никуда пойти, потому что карантин. И надо все-таки... Да, у нас всего лишь пять зараженных, но это как бы пять, которых только подтвердили. А есть же куча людей, которые ходят, даже не подозревают, что они заболели. Поэтому по возможности сидите дома, ребят. Вы обезопасите себя, близких. Плюс у меня дома бабушка, ей 68. А она в главной зоне, в главной группе риска по возрасту. Поэтому мне как бы надо в первую очередь для нее, ну и для себя, и, конечно же, для нее стараться, чтобы я ничего в дом не понесла. Все, каша готова. Всем приятного аппетита. И буду какой-то пить чаев. Наверное, наверное, наверное. Возьму какой-то такой черненький. Так что всем приятного. Все, ребят, у меня ночь. У меня сегодня такой день, что я посмотрела два сезона сериала. Испанский скам я вам не рекомендую. Смотрите оригинальный норвежский. Пересматривайте. Этот не смотрите. Он ужасен того, что вы ждете там увидеть. Вы не увидите. Не тратьте свое время, как я. Но я все равно кое-как как бы провела день. Я так и хотела поставить какие-то сериалы. Так что я довольна. У меня тут творческий такой беспорядок. Все немного разбросано. Но я планирую завтра навести порядок. Планирую в ближайшие дни сходить в магазин. Потому что лучше это сделать быстрее, чем позже. Ну, если не завтра, то послезавтра. Потому что нет многих вещей на самом деле. Как бы это не первая необходимость. Это еще не дефицит. Можно еще дней пять спокойно ничего там не закупать. Но надо уже купить стиральный порошок. Какого-то мяса. Курицу купить, заморозить. Вот. Таких, знаете, простых бытовых вещей. Но, в общем, все это заканчивается. И неизвестно, как с этим будет уже через пять дней. И пока что все есть в наличии. Никакого дефицита я не видела. Продукты избавятся по-стандартному. Вот. Но я понимаю, что необходимый минимум надо закупить. Загребать я ничего не буду. Это неправильно. Во-первых, мне стоило. Нам очень многое не надо. На две, на три недели. Нам надо очень на самом деле мало провизии. И к тому же есть другие люди. Им надо как бы тоже что-то есть. Поэтому я придерживаюсь определенных рамок по еде. Даже голову сегодня уже мыть не буду. Я настолько засиделась, что просто сейчас иду спать. И монтировать я уже буду для вас завтра. Так что в этот лоб, получается, увидите 18 или 19 числа. Вот. Так что я желаю вам всем спокойной ночи. Берегите себя. Будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. Вот, ребят. Обязательно пишите, как у вас обстоят дела с коронавирусом, с всей этой ситуацией, с провизией. Как вообще у вас настроение в вашем городе, в вашей стране, потому что у меня из наших самых разных уголков. У нас пока только 7 зараженных людей. Ну как 7? Это уже гораздо больше, чем было еще пару дней назад. Но это довольно некритично по сравнению с другими европейскими странами. В общем, я обязательно жду ваших комментариев. Ставьте лайки. Не подписаны. Обязательно подписывайтесь, потому что я рада вам всем. Несмотря что бы там ни происходило, я всех вас люблю, ценю. И очень рада, когда вы со мной. Так что всем спокойной ночи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...